От него лично уроки получал такие интересные. Мы с ним одно время долго там время проводили. У него там в Алмансе. Это посветило или показалось? Оно видно солнышко. Можно УФО включить, если хотите. Не-не-не, я люблю. Я больше холодок люблю, честно говоря. Вот. Вот, братья, слушайте. У нас, да, и приветствую, кто подключился, кто онлайн. Но у нас сейчас такое продолжение в другом зале. Вы видите, да, в другом помещении. И, надеюсь, слышно меня. Да, должно быть слышно, в принципе. Хорошо. И тема «История Восточной Церкви». Вот, я много что рассказал, больше, наверное, даже свидетельствовал. Я убежден, что это должно быть запоминаемо. Вот. Из того, что я рассказал, еще у вас там наверху в библиотеке очень хорошие книги есть. Вот. Я рекомендую прочесть, если будет желание, касательно не только православия, даже не сколько православия, а сколько вообще христианства у нас здесь. Книга «Несколько домов». Владимир Франчук, автор. «Просила России, дождя у Господа» называется книга. Я просто Франчука лично, мы общались не раз, и на эту тему, о пробуждении, об истории. Я был и слушал его семинары, вот, и в записи его семинаров в Сакраменто. Вот. Он протестант. Он протестант, он беседник, он не был православным никогда, и он больше интересуется всегда историей именно вот евангельского протестантского братства. Именно беседнического даже больше. Вот. И... Но он также, там, косвенно больше говорит и о восточном, вообще о православии. Очень интересные тоже факты приводит он. Некоторые вещи он приводит, которые... Я, как православный реформатор, раскапывал тоже, но с другой стороны, как бы раскапывал. Он копал, как бы... Мы пришли, как бы, к одному, да, но он копал со стороны протестантизма, я копал со стороны православия. Но мы нащупали одни темы некоторые, очень важные. Вот я хочу этими поделиться вещами. Касательно истории. Вот вообще есть того, что вот прозвучало уже. Может быть, что-то непонятное есть, или что-то вот надо уточнить. Вообще, в принципе, должно быть все понятно. Нет, понятно. Да. Доступно. Вот. И мы должны видеть теперь, да, картину такую, что крещение Руси в 10-м столетии было, скажу так, да, историческим важным событием, конечно, религиозным, политическим, да, важным. Но христианство, вот чего греха таить, к нам пришло на Русь не евангельское, не библейское. Там было тоже библейского, евангельского христианства, но очень мало. Разбавленное, чем христианство греческим, римским, пантеоном целым. Философией, демагогией, оккультизмом откровенным, восточным, большей частью. Кстати, западное христианство развивалось больше самостоятельно, но они принимали вот все эти вот учения, доктрины позже, обычно, всегда. И фактически вот сама отступническая система христианства, исторического, формировалась именно на Востоке. Вот даже это очень четко, ну, мы уже слышали, да, о Вселенских соборах, допустим, истории. И вот, даже когда, вот, Юстиниан, император VI столетия, вот я его упоминал, там, на Пасху, там, знаменитый его, это, о квасных хлебах, о квасных хлебах, допустим, первых пять столетий, да, христиане на Пасху, ну, как вот и с Моисеевых самых времен, там было принято, мацу себе жевали, опресники. Ну, вдруг, одно из знаменований Пасхи, да, это праздник опресников, да, значит, праздник пресного теста. И Павел-то говорит, помните, коринфянам, что будем праздновать не со старой, не со старой закваской, но со пресниками, там, чистоты, там, истины, да, то есть вот такое название. И, значит, христиане первых этих пяти столетий, даже уже будучи оторванными во многом от еврейства, но по-прежнему хрустели себе мацой, ели себе, как бы, седр, но уже в новозаветном, конечно, понимании, но проводили такие седры. Но домашние группы, домашнее общение стали запрещаться. Я уже говорил там наверху, да, что стали запрещаться очень радикально, вплоть до, там, разгонов, арестов, штрафов, там, тюремных заключений даже. Этим самым считалось, власти борются с таким нелегальным христианством, христианством, как бы, неофициальным. Но даже официальным христианству, официальным священникам запрещалось делать, вообще, даже в храме проводить во внеслужебное время вот эти посиделки, общения, агапы, пиршества, да, вот эти, которые были до VI века вообще, ну, до V века они были вообще нормальным, обычным явлением. Люди приносили с собой покушать, бедным людям давали продукты, значит, там, и сами ели за столом и богатые, и бедные вместе. Это было, ну, очень важным моментом. В V веке стали запрещать, к VI веку вообще-то искоренено было. Даже официальная церковь не имела права уже собирать. И название трапезное в храме, оно стало чисто названием осталось. До сих пор там называется фрагмент храма, когда заходишь, вот такое вытянутое, называется трапезное. Но там никаких никогда трапезных проводится. Это просто название осталось с тех самых времен. Это воспоминания о вот этих агапах, вечерях, которые проводили. А почему власти запрещали? Потому что это получалось, понимаете ли, христианство, императоры, византийские власти хотели видеть таким ритуальным, церемониальным, но не межпохой, но не общиной, ни в коем разе. Понимаете ли? А вот это вот как раз посиделки все эти, совместное кушание, это как раз сближало людей. А властям это было хуже всего. Власти запрещали поэтому. То есть превращалось христианство в формализм, формальную религию такую. То есть не только пострадало такое неофициальное христианство, но даже официальное христианство, оно было видоизменено вообще. Это же в шестом столетии. И вот император Юстинян, он это, как считается, завершил этот процесс. До него еще было так вот, 50 на 50, кое-где священники на свой страх и риск, особенно в сельской местности провинции, проводили все равно агабы эти общения этих. Ну по сути общинная жизнь, или как вот на Руси называли покаяльная семья. Вот как бы семейность этого, понимаете ли, сохранялась. Но в шестом веке Юстинян это запретил. Хотя по совести многие это предполагают, историки, даже неверующие, что это был даже не Юстинян. Он подписывал лишь бумаги в последние годы жизни. Это была его жена Феодора. Потому что он, ну, в последние годы жизни он был таким, стал ярко выраженным подкалучником, как говорят. Ну, эта история очень удивительно похожа на историю, кстати, Ахавы и Изавели. Вот Феодора стала такой ярко выраженной, ну, Изавелию, только новозаветным уже персонажем. Историю, новозаветную историю. Она стала такой некой Изавелию. Даже доходила до трагикомичного. Приезжали делегации иностранные, уже знали это все за кулису. И вначале шли к императрице на прием, и в подарки, и все, значит, уговаривали. Если она давала добро, тогда, значит, уже к императору. И Берзович только лишь подписывал, по сути, он только одобрял то, что она решила уже. Вот. И, так вот, а сама Феодора, она была, если император был, его, ну, как бы, в антисемитизме не сподозришь, особенно. Ну, антисемитов все остальные правители до него. То Феодора была рьяно антисемиткой была. И, вот, значит, и, по сути, отрыв от христианства, от еврейских корней, как считается, это именно Феодора завершила. Очень радикально. Произведя смертные казни. То есть христианин, который на Пасху отныне ел опресники, в течение недели Пасхами, если улечили его, что он ел опресники, смертные казни. Смертные казни для простого человека. Для знатного не было смертной казни, но было тюремное заключение, изгнание, лишение должностей, конфискация имущества и прочее, но не смертная казнь. А для простого человека смертная казнь. Просто за мацу, просто за пресники. Представляете, очень радикально. Она приказала всем есть демонстративные, есть только квасные на Пасху, специальные. Короче, там, ну, это лишь, я рассказываю обряды в некоторых моментах, но они очень впечатляют меня. Вот, эти решения. То есть, отрывали христианство с мясом от корней, с мясом буквально, реально, с кровью отрывали. Вот, и даже, ну, Феодора, по сути, послали армию туда, в Италию, потому что Папа Римский тогдашний, не помню, как его звали там, даже отказывался ее постановление этим в жизнь применять. Ну, как бы, поначалу просто молчанием отделывались, а потом даже стали, как бы, официально уже беречь, перечить. И была послана армия на кораблях, десант туда, в Италию, каратели. Конкретно, чтобы мечом навести порядок, значит, в Старом Риме. Но, когда в Италии узнали, что против своего же населения, это же была одна империя. Вот, послали армию, там даже защищаться, ну, чем, понимаете ли? Вот, взяли пост-молитву итальянские, эти епископы, священники во главе с Папой молились. И Бог помиловал Италию. Случай, Его Величество, случай произошел. Нечайный такой. Разыгрался шторм в это время, хотя корабельщики были уверены, что не будет ничего. Погода хорошая, это время года без происшествий будет. Они даже рискнули, поплыли не вдоль берега, как обычно, а, значит, чуть ли не напрямки. Потому что время года было позволяющее путешествовать таким образом даже. Но вдруг разогнался шторм, и фактически весь флот либо потонул, либо пришел в такую негодность, что дальше не мог двигаться. Одним словом, так Феодора и Юстиниана, значит, они, значит, не то чтобы не покаялись после этого-то, а они, наоборот, обозлились. Феодора, значит, заявил, что, мол, они, мол, Папа Римский, мол, с нечистью связался. Давили порчу на нашу доблестную католическую армию, значит, погубили в пучине морской легионы, которые утонули, просто утонули. Представляете, десант, да, утонул. Вот, они шли грабить, вот, а потонули сами. Вот, и вот такой маленький, как говорится, случай, казалось бы, да, шторм вдруг неожиданно разогрался на море, на Средиземном этом. Он повлиял на ход мировой истории очень серьезно дальше. Это можно сравнить только, знаете, с гибелью непобедимой армады. Помните, да, когда королева Англии, там, значит, и англичане, когда молились, постились, потому что они не могли защититься от армады. Испанцы очень горделиво шли, они шли тоже напрямки, и понимали, что они сейчас Англию просто окружат, захватят, и все. И все порты блокируют сразу. Вот, значит, и представляете, в Англии посты были молитвы. И тоже говорят, что, да, ну, хотя в это время года могли быть штормы, но не такие сильные просто, понимаете, не такие сильные. Поэтому испанцы были хорошими мореплавателями. Они понимали, что их корабли выдержат в это время года такое путешествие. Но разыгрался такой шторм, он так разбросал суда, что некоторые корабли оказались на побережье французском, туда, на самый север Франции, загнал их. То есть, короче, большая часть армады либо погибла, либо пришло в негодность тоже, либо их выбросило туда, вот, туда, к Франции. Представляете, то есть, испанский флот, гроза морей потонула, а Англия ликовала, и протестантизм, реформации в Англии были спасены благодаря вот молитве, посту и вот этому шторму, который спас тогда королевство английское. Вот так вот. И, значит, то есть, вот такие вещи. И вот в шестом столетии вот такой же шторм повлиял на ход мировой истории. Почему? Потому что после того, после того, западные правители, да, они хотя бы по-прежнему до юре подчинялись новому Риму, но фактически, фактически уже были во многом самостоятельны. То есть, история западной вообще цивилизации, она стала уже, ну, другая, будем так говорить. Вот этот разрыв восток и запад уже наметился. Вот такая история, такие пироги. И когда, допустим, Константин, он, ой, кстати, наш-то вот, Владимир, Владимир, Красный Солнышко, креститель Руси, он, значит, когда избирался религию, ему же предлагали и ислам, предлагали. Ему ислам был очень симпатичен, потому что у него был гарем большой, сотни наложниц, сотни жен. Вот, как бы, и ему ислам предлагал легализовать это, как бы, уже в исламской культуре. Такой гарем. Но нельзя было спиртное пить, свинину. Короче, Владимир сказал, что если Русь перестанет пить, Русь погибет. Ну, просто-просто погибет. Все, и, там, иудаизм во многом был симпатичен ему тоже, но, тем более, у него были родня, как раз тоже, значит, имеющие иудейские, там, традиции, там, половские эти. Но политические соображения отказался от этого тоже. Христианство было самое привлекательное со всех сторон политических, но западное или восточное. К тому времени уже разделилось, как бы, да, не было официального разделения, да и Юры по-прежнему все были едины, одна была империя. Но, фактически, еще с VI столетия, за все эти века, последние, до X конца века, уже разделение было уже очень заметное. Вот, и в XI веке официально уже, да и Юры разделились уже, значит, да, в XI веке. И, так вот, и на Западе... В XI веке, я прошу прощения, получается, разделились православные... И католики. В XI веке, да. В XIV-XVIII веке. Да. Нет, в XI, просто в XI веке, в XI веке. В XI веке. Да. В XI веке даже. В XI веке. Стоп, стоп, стоп. В XI веке, не XX, точно. Нет, 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 не XX точно. Да. Вот он. Google нам поможет. Хорошо, в век интернета живем, слушайте. Благодать. Вот, да, середина XI столетия, вот это разделение, оно официально, оно было совершено уже. И оно, де юре, продолжилось очень долго. До нашего времени, официально до 1967 года. Официально. Именно в 1967 году, в конце 1967 года, в декабре, начало декабря, есть даже в календаре дата такая обозначенная, в нашем календаре, официально было совершено следующее. Значит, восточные православные епископы, патриархи и папы римские и кардиналы его западные договорились в один день официально в Стамбуле, в Константинополе бывшем, и в Риме провозносили снятие всех этих анафем, всех этих проклятий и официально заявили, что все, раскол преодолен. До юре, хотя фактически это очень сложно, это, знаете ли, как в завозу вытащить, это одно, а потом еще болит порой очень долго. Но завозу удалили официально, как бы, то же самое, как раскол, он не сразу назревал, он постепенно шел к этому, нагнивало все. Знаете ли, а здесь раскол был преодолен официально в 1967 году. Но до сих пор разделение вот это вот дает о себе знать, и боли-то она до сих пор и есть. Все православные церкви, кроме русской православной церкви, совершили этот акт. Даже были сделаны точные копии вот этих документов XI века, с музеев были взяты, где были вот эти, по подписи патриарх, проклятия. Восточные прокляли всех западных, западные прокляли всех восточных христиан. Вот, значит, и эти точные копии были торжественно на служениях, были уничтожены. Торжественно были сожжены, значит, чтобы и на западе Папа Римский сжег, это все в Ватикане, прям в соборе Петра. То есть официально это сделали. Вот, русская православная церковь, собиралась делегация, но КГБ запретила выезд. В последний момент уже. Уже все, должны были вылетать уже. Вот, значит, тоже в Стамбул, но запретили вылет и развернули делегацию буквально. Но, но, когда в Москве умер патриарх тогдашний Алексей I, значит, и в Москве собирался собор вскоре после этого, это 1971 год уже был. Вот, и в 1971 году, был такой ленинградский, новгородский митрополит Никодим. Очень деятельный был дядька такой, очень такой интересный. Его можно назвать даже где-то, ну, как бы реформаторским таком во многом. Он был во многом реформатором, во многом. Но он был сторонником больше такой эволюционной реформации. Вот, так вот, благодаря ему, да, избирали нового патриарха, патриарху Пимина избрали тогда, в 71-м. И он вынес на повестку дня, что так вот так вот, на голосование. В последний момент, что, вот смотрите, все православные церкви, все каноничные, неканоничные, все признали снять анафиг. А мы, как бы, даже если мы не вылетели, не присоединились в тот день, в 67-м, ну, давайте, вот, в 71-м году присоеднимся. И, короче, большинством голосов там проголосовало против почти, ну, там, не несколько человек всего. Почти все участники собора подняли руки, стекла, согласились. И официально до юры до сих пор, хотя многие священники московского патриархата говорят, вот, католики, там, значит, там, еретики, там, все, но это, на самом деле, это неканоничное высказывание. Потому что официально сняты были анафемы все, присоединилась русская церковь к этому снятию всех анафем, всех препятствий. То есть, это братья, все. Но, то есть, не было даже собора никакого до сегодняшнего дня, уже 2019 год, который пересмотрел бы решение собора в 71-м году, официально. Никто не отменял. Поэтому все вот эти заявления, на самом деле, это все чисто, это их заявления, на самом деле. Но политика. Ладно, друзья. 54-й год. 54-й год, да. О, спасибо. 54-й год, да. 1054-й. Да, слава Богу. И, но я о чем говорю? Что Владимир, когда он, значит, вот так вот избирал религию, да, он избрал такие восточные все-таки модели, да, восточные, не западные. Почему? Есть такое объяснение интересное. Потому что, хотя была одна, вроде бы, система, но уже очень разные, как бы, вот эти взаимоотношения религиозно-политические были на Западе и на Востоке. На Востоке, православный мир, да, цезарь-паппизм, вот я говорил, да, цезарь-паппизм, это подчиненность, все поместные церкви так или иначе подчинялись местным властям. Без исключения, абсолютно, начиная с Африки и до Стамбула, вот Константинополя тогда, значит. И, а на Западе другая система сложилась. Там, представьте, на весь Запад, Восток, 4 патриарха, да, а на Западе только один папа. Да, были там свои митрополиты, свои кардиналы, но был один только папа, значит, патриарх главный, западный. И вот, и сложилась другая модель, называется она, наоборот, как бы, папо-цесаризм. Есть цезарь-паппизм, а это папо-цесаризм сложился. Отцом этой системы считают, называют Григория Великого, папа римский. Вот календарь Григорианский, вот этот знаменитый, да, вот, по которому мы сейчас живем, это же его детище считается. Ну, не совсем его, но как бы с его подачи. Вот. И вот, что скажу. Это, наоборот, модель такая, когда политики, да, светские власти подчиняются религиозной системе. Это как, допустим, вот, на примере, вот, допустим, исламской революции в Иране, да, к примеру, были султаны, или кто там у них там были, султан, или как назывался он там. То есть, были в Иране раньше светские правители, или ханы, или бадишахи, ну, короче, они даже не помнят, как они назывались там у них в Иране. То есть, был светский правитель, значит, который был во главе Ирана, огромной страны, значит, ему все подчинялись, и духовенство мусульманское этой страны, оно так или иначе поддерживало этого, ну, допустим, султана, допустим. Вот, потом там была, вот, в наше время уже революция, да, значит, исламская, и пришли к власти, значит, религиозные лидеры. Вот, значит, и до сих пор в Иране, там, значит, там, кто там у нас, сейчас, как его зовут, там, правитель, да, забыл, да, тоже. Одним словом, религиозный правитель, да, религиозный лидер какой-то там, допустим, имам там, да, старший, он является и политическим, как бы, лидером одновременно, то есть, ему все подчиняются, все светские власти, все, губернаторы, там, какие-то там, мэры городов, допустим, да, они все подчиняются религиозным этому лидеру, который ставит других религиозных лидеров, чтобы им на местах тоже подчинялись. То есть, это вот уже, как бы, называется исламская революция, вот, и уже духовенство во главе, и у них вот в Иране сложилась такая система, ее можно тоже назвать папа-цесаризм, вот, духовенство руководит всем обществом вообще. Вот, и, допустим, до исламской революции я видел фотографии, кстати, Иран, там, каких-то, 40-х, 50-х годов, совсем другой Иран был вообще. Там, в 50-е годы смотришь, там, значит, там, у них женщины ходят все без хиджабов, свободно, простоволосые, значит, там, ну, вообще, там ходят, молодежь ходит себе, многие из них подражали западному миру, как бы, значит, там, вот, как бы, значит, ну, вообще, то есть, такая свобода была, оказывается, вот, там, пляжи у них работали, даже там, что, дискотеки какие-то были, вообще, тут люди приезжали, в Иране была такая, потому что султан их не, он сам любил гонять на мерседесах, короче, там, ну, любил, значит, там, какие-то боулинг играл, короче, ну, так, он любил такие западные штучки, всякие игры, вот, а духовенство, они, вроде, смирялись, молчали, как бы, да, но про себя делали заговоры, подбили генералов, вот, как же так, у нас, вот, ислам стал такой чисто формальный, слушайте, нужно там радикально нам все, короче, потом генералы собрались, давай, за этими бываемыми пошли, вот, значит, и вот сделали там такую исламскую революцию, и теперь все там в мешках ходят, вот, одни глаза женщины только, и все, значит, и очень жесткий такой ислам сейчас там, очень жесткий, вот, поэтому, вот, в христианстве нечто подобное, было вот на Западе папульцаризм, когда папство стало во главе всей Европы, то есть папа римский доходил до того, что они снимали даже королей, если какой-то король, допустим, не уводил папе, да, он там что-то пытался что-то там, ну, не знаю, свою линию гнуть, допустим, вот, то его снимали и ставили другого, папа римский ставил другого, который будет более податливым, послушным, короли приходили к папе на прием, они целовали его туфлю, представляете, унижение для короля, король своей страны, деньги свои, ну, король имелся, конечно, деньги, он не был бедным, безусловно, но деньги все шли в казну Ватикана, то есть мимо короля, налоги, ну, кое-что у них оседало, конечно, они тоже не бедствовали, но, представляете, самый жирный кусок всех налогов, всех-всех шел в Ватикан, неважно, это Франция, Испания, Португалия, Германия, Скандинавия, Англия, все деньги скатывались туда, одна касса, папа римский стал олигархом всех олигархов, короли, по сравнению с ним, были просто церковные мыши, бедные, они могли уж только ему позавидовать, у него все там бриллианты, все-все-все-все, вот, и, понимаете ли, вот такая система, все армии этих королей, так или иначе, они пресекали папе, то есть папа любой момент мог команду дать, и армия этого короля должна была быть переброшена туда, допустим, и король не мог ничего с этим поделать вообще, все, доходило даже до того. Но эта система страшная, в чем она породила инквизицию? Ну, хотя инквизиция, она родилась на востоке и распространялась больше по востоку, но обычно мы знаем вот о западной инквизиции именно вот таким образом. Кстати, официально церковь фактически никого там на западе и не казнила, парадоксально, да? Значит, хотя тысячи людей там казнили, сожгли, значит, но оказывается там, значит, просто папство, да, вот эти католические бабаи, одним словом, они, значит, распоряжались так, чтобы светские власти как бы их руками убивать. Вот. Официально приговоры, значит, провозглашались этими королями, герцогами, там, баронами, там, значит, вот как бы, ну, а те, мы умываем руки, просто, короче, вы сами их там сжигаете, все. Они лишь предавали светским властям для того, чтобы те сделали свое дело, как бы, и все. Вот. Хотя и сами монахи не брезговали, конечно, тоже их дыбы и прочее. Но на Востоке, если брать вот нашу тему, аж историю восточной церкви, да, на Востоке система другая. Там церковь является, как правило, всегда в православии, это хронически, как бы, такое заболевание православное. По умолчанию такая опция всегда в православии стоит. Царь всегда прав, как бы, вот, государь. Неважно, кто он, какой он, что он, он всегда прав, и он всегда, значит, от Бога, он всегда любой, абсолютно. Завтра будет помазанник. Помазанник, да, все. А, кстати, точно, в то время даже был обряд ведь такой, он сейчас забытый уже, правда. Уже таких помазаний на царство нет уже таких. В России последнее помазание на царство было вот Николая Второго официально, как бы, да, совершено. Вот, а в Византии было настолько это все разработано, то есть там входил через царские врата, значит, как вот, как патриарх. Его там, значит, помазывали и корону, и все, он выходил, как священнослужитель, как бы, да, горнее место у патриарха, у него там, у царя, даже больше, чем у патриарха. То есть, по сути, да, вот, действительно, все подчинялось царю, государю-императору, как бы, да. И в своде законов, я говорил, да, Российской империи было записано, что глава церкви, его императорское величество. Только лишь когда революция начала 17-го года, февральская революция 17-го года изменила все это, вот, и было официально отменено вообще это постановление, и было провозглашено, что церковь на церковь самостоятельно, а государство – государство, это самостоятельно. Вот, по сути, отделение церковь государства задолго до большевиков Керенский еще провозгласил, но Керенский он как-то и мягко это сделал, а большевики это сделали очень радикально. Именно, как бы, у Керенского была идея партнерства, как бы, то есть мы сотрудничаем с церковью, церковь, она, да, важная составляющая, но, как бы, сама по себе. Вот, а Ленин отделил именно в смысле, чтобы отрезать, как бы, и потом даже вообще уничтожить, что это все лишнее, ненужное совершенно, отделение такой церкви от государства произошло. Вот, ну да, а сейчас попытка вот как раз такая возродить эту старую дореволюционную систему, по сути, дореволюционную такую, которая бы, ну, даже репрессивной была бы даже система. Вот, и опять-таки, даже сейчас, допустим, священники многие, традиционные православные священники, и здесь в Украине, в еще большей степени в России, многие тоскуют по вот тому, что было когда-то при целях, потому что церковь, она занимала господствующим, лидирующим положением во всем, экономически и прочее. Вот, здесь, конечно, в Украине во многом проще ситуация сейчас, вот, сравните. Во многом проще просто. Слава Богу. Реформация идет. Здесь идет реформация. Вот, и так. Если бы это древняя церковь, это ладно, это, наверное, давайте о более современных просто истории. Хорошо? Потому что древняя церковь, она по-сому интересна, но, в принципе, можно назвать там много чего. Назову просто лишь отдельные такие просто эпизоды. Просто больше хочется рассказать о более современном христианстве, восточном вообще православном. Это более актуально. Так вот, когда вот Русь была крещена, так вкратце, обзор такой, то само крещение, это 988 год, дата начала крещения Руси, да. Вот, и, конечно, это отмечается. Отмечается, как вот такое религиозно-политическое торжество. Но, по сути, крещение было, скажу так, кстати, мягче сказать, не нашими методами, не христианскими методами. И, как вот великий русский писатель говорил, Николай Весков, он, кстати, здесь в Киеве тоже работал одно время, в конце 19 века, вот, работал как раз в архивах этих монастырских. И тему изучал как раз крещение Руси и раннего, вот здесь, периода христианского. И он такие фразы сказал, записал, очень интересные в то время, что Русь, говорит, была крещена, но не просвещена. Вот это вот выражение очень сильное, конечно. Крещена Русь, но не просвещена. Вот, а второе известное в этом выражении по поводу вот как раз вот того периода, он сказал так, что он, говорит, вот Владимир, креститель-то, он принял христианство, говорит, но не принял Христа. Принял христианство, но не принял Христа. Почему Николай Весков пришел к такому убеждению, хотя он до того был, ну, в понимании таком традиционном, православном, изучая летописи вот этих монастырских монастырей, он ужаснулся чему? Во-первых, вот тому насилию, которое творилось, и не только там при Владимире, и при его приемниках тоже, насилие, которое, скажу так, не является христианством. То есть Иисус ведь не говорил там, чтобы, значит, там, из-под палки крестили, по страху смерти крестили, допустим, да? Нет, абсолютно. Кто будет веровать, да, крестится, спасен будет. То есть имеется в виду, ну, вера, доброходно дающего, написано, любит Господь, да? Из-под палки мил не будешь, насильный мил не будешь. Вот, а здесь было насилие. И дальше больше, конечно, вот, да, на протяжении нескольких столетий, там, около 500 лет, в общем-то, в целом, продолжилось вот это вот, так или иначе, освоение, крещение, христианизация населения. Но получилось еще хуже в чем, даже чем в Греции. Потому что, в чем? Потому что христианство пришло, как говорю, разбавленное греческой философией, римской философией, да, вот, оккультизмом религиозным. А здесь оно было еще, получается, за этот период времени было смешано с местной еще традицией, с местным оккультизмом, с местной философией. Получается, от христианства очень мало что осталось вообще. А еще интересный момент, почему еще, кстати, Лесков, он так вот запротестовал, значит, говоря о древней, о той истории крещения, что были же на Руси проповедники, вот, при Владимире проповедники, которые до Владимира христиане были, но они же не насильно водили христианство. Даже, кстати, Ольга, бабушка Владимира, да, она же крестилась там, в Константинополе, и она, ну, была властной женщиной довольно, и, в принципе, она могла бы меньше кровью крестить Русь, намного меньше, чем Владимир. Она, на самом деле, имела сильное влияние, но она, считаю, поступила мудро, правильно, она избежала вот этого искушения. Вот, как бы, вот крестилась я сама, допустим, и все, ай да, всех я сейчас покрещу, ведут новую религию. Может, она и имела такое где-то желание где-то, но это искушение она, ну, будем так, преодолела, считаю, очень правильно, очень мудро. И даже Ольга Писца там одобряет ее в том, значит, и прямо, и косвенно, и говорят, что она действовала не там насилием каким-то, да, там, а именно убеждением, вот, добрыми делами, там, значит, убеждением ее хвалили, что она вот никого там не обижала, наоборот, она там изменилась, там, значит, там, и уже не была такой, как бы, коварной, какой была раньше, прежде, там, допустим. Вот, а внук ее, к сожалению, поступил по-другому. Внук, вот, Владимир пошел другой дорогой. Он пошел таким путем, которым шли очень многие в то время. Такие, вот, как Владимир, таких правителей было много и на Западе, и на Востоке. Допустим, там, значит, на Западе самый известный случай, один из первых случаев, даже первый самый случай, вернее, даже, Хлодвиг был такой, Хлодвиг великий, вот, жена у него там была христианкой, Клотильда звали ее, вот, значит, и он, значит, этот Хлодвиг, он там, она ему говорила о христианстве, о Христе, он все отмахивался, как бы, отнекивался, а потом, значит, Хлодвиг, этот, значит, попал там в засаду, кругом враги, он со своим отрядом небольшим попал в засаду большой армии. Шансов выжить не было, значит, уже, там уже было ясно, дорогу, что все, ну, как бы, их сейчас всех порубают, всех, каким бы они там сильными не были бы эти воины, несравненно больше было врагов. Ну, все было спланировано, у них засада. И Хлодвиг этот, согласно там, летописи западным, он, значит, возобил к Богу своей жены Клотильды, говорит, Иисус Христос, там, о котором мне говорила моя жена Клотильда, спаси меня, говорит, и людей моих, которые вот, которые уцелели сейчас еще возле меня, спаси нас от врагов этих, значит, все, значит, и было чудо, вдруг ни с того ни с сего, значит, там, враги, как они внезапно наскакали, так они и бежали с позором, страх напал на них какой-то, допустим, вот, короче, они его сами не поняли, в чем дело, значит, их даже были всех уже сейчас в капусту порубить, а они выжили. Короче, после этого Хлодвиг, он вернулся, крепко задумался, вот, крестился сам, возможно, как бы, да, но он поступил в духе не Христа, в духе времени своего. Крестил, ну, все, и в армию, и крестился, это одно, это ладно, служивых людей, но и все свои племена, которые подчинялись Хлодвигу, все крестились. Добровольно-предудительно, кто не хотел, как вот Владимир издал у Каста, кто не придет на Днепр креститься, да, тот не недруг. Вот примерно то же самое Хлодвиг и высказал, примерно то же самое, один к одному, что вот кто не придет креститься, тот не недруг, то есть лично заклятый враг, все, значит, получается, что его жизнь грошалому там не стоит, вот, значит, имущество его все, разграбление подлежит, значит, там, и лишь у недруга князя был лишь один шанс выжить, это просто бежать, взять, что можно было взять и бежать, просто куда глаза глядят, подальше от гнева княжеского. Вот так же было у Хлодвига, когда он заявил, в своих племенах, которым подчинялись ему, там были царьки, свои князья, которые ему подчинялись, Хлодвиг был известный, там, воитель такой, вот, говорят, там, как викинги эти, такой был очень воинственный, такой всю жизнь, и он сказал, что кто из племен не крестится, тот не недруг, все, и кто-то бежал, но в основном народ согласился, он согласился, приняли христианство, вот, кстати, с этого крещения Хлодвига и его армии, там, и его племен, началось впоследствии вот эта вот христианизация Европы, вот, известная, впоследствии Карл Великий, там, и Священная Римская империя, впоследствии, родилась, вот, как бы, на фундаменте вот этого, как бы, крещения Хлодвига. А Владимир, да, он так же поступил, кто не придет на Днепр, тот не недруг, ну, и все, пошло дело. Вот, потом, что можно назвать, вот, интересный эпизод, малоизвестный эпизод, когда, значит, крестилась Русь, да, то книги все эти богослужебные, они пришли из Византии, из Греции, а там было высчитано, высчитано Пасхалия, значит, время празднования Пасхи, и она была высчитана до лета 1492 года, вот, кстати, очень интересный эпизод, 1492 год нашей эры. И дальше в этих книгах была приписка, что все, там, увы, увы, вы там, достигшие этого времени, этого года, ну, света представления. Короче, византийцы серьезно в то время верили, и на Западе в это не верили. Кстати, когда, вот, было разделение, да, Востока и Запада, католики православные, то католические многие ученые эти, они посмеивались над восточными, над православными, называя православных схизматиками. Это не харизматики, это схизма, значит, раскольниками. И еще почему? Потому что вы бы назначаете год конца света, потому что о дне и часе никто не знает, только ангелы, там, отец на небесах, ни ангелы не знают даже. Вот, но православные обычно в то время, в древности, отвечали так, что и мы не знаем ни дня, ни часа, но год мы знаем точно. Вот. Год будет 1492 год. Ну, ладно, поживем, увидим. В то время это казалось очень далекой датой, понимаете ли, впереди еще там море времени, сколько поколений будет. Вот, но время приближалось, вот, с 988 года, когда книги пришли византийские, при Ярославе Мудром здесь их стали уже переписывать все, значит, вот так же Пасхабе переписывали уже здесь в Киеве, вот, значит, и тоже, да, делали уже местные киевские уже делали переписки, приписки, что, да, вы, жаль, не жаль, как бы вас, там, ну, обычно так вот, жалобные такие были приписки, в этих пасхалях, в библиотеках мира сохранилось, ну, не помню, там, добрый десяток этих экземпляров вот этих пасхалей старых техник, где, в том числе, в библиотеке Ленина хранится, где вот эти приписки сохранились, переписчиков местных уже, которые сожалели, как бы, свои пожелания там давали людям последнего времени, достиг, которые будут пасхалю читать уже последнюю, вот, ну, и все, проходило время, и так совпало, что как раз вот к этому времени ближе и пал Константинополь, да, это тысячи, какой там, четыреста пятьдесят третий год, о, точно, тысяча пятьдесят четвертое это разделение, да, а тысяча четыреста пятьдесят третий, вот это как раз падение официально, падение Константинополя, да, точно. Османская империя. Да, Османа, турки, да, хан этот, или как его звали там, тоже, ну, да, Магомед, да, Магомед его звали, он, значит, вошел, а, кстати, а последний, так тоже сопало, интересно, последний император их, и византийский, его звали тоже Константин, кстати, тоже Константин, так интересно, вот, да, и первый там был император Константина, и последний этого города император был Константин. Вот, и этот хан Магомед, значит, он зашел, значит, туда, в столицу, сделали ее Истамбулом, вот, большой, тот самый, самый большой храм, тот самый храм, представляете, о котором, вот, послы Владимировы говорили, что были там на службе, да, на богом служении, и что они, значит, не знали, где они вообще находятся, на небесах или на земле, вот так как впечатлило вообще все, это в то время, в те времена, это было самое большое сооружение на планете, то есть в те времена большего сооружения не было, это был рекорд, мировой рекорд, поэтому, представьте, это для цивилизованных людей, да, это было, ну, сооружение такое мега, а для людей, которые не видели ничего там выше, там, второго, третьего этажа, и вдруг попасть в огромное соборище, кажется, самое небо здесь просто, ангелы поют, там, хоры, больше тысячи человек, лишь один хор только, это, там, это все переживали люди, там, ну, шерсть дыбу, что называется, поэтому и Владимиру сказали, это такая красотища, кстати, это один из, считается, аргументов, который убедил Владимира еще, вот эта вот красивость, вот, пение само, да, в этом что-то есть, в этом огромное силище вообще есть, и вот интересно, что вот этот огромный собор Святой Софии, да, он стал мечетью с того самого времени, и на Руси стали говорить, Московской Руси, Киевской Руси, стали здесь говорить, как, все, пал Константинополь, самый главный собор, это как вот для, не знаю, как для мусульман, допустим, Мека, допустим, да, представьте, сказали бы, все, Мека пала, теперь там, допустим, будет буддийский храм, там, все, здесь бы, мусульмане по всему миру бы рвали волосы на голове от ужаса, или, допустим, католики, допустим, сказали бы, все, собор Святого Петра стал, ну, не знаю, там, тоже, индуистский какой-то там, или протестантский, хотя бы, не знаю, церковь, ну, протестантский, ладно, не пережили бы, но если бы, допустим, какой-то другой религии совсем, допустим бы, да, вот, или ночным клубом просто каким-то, допустим, да, то есть вот для католиков трагедия такая, да, а для православных всех, какие там были патриархи, все-таки вот центральным храмом православным был всегда вот этот Софийский собор, да, и даже вот здесь у нас, вот если в Киеве взять, допустим, там, в Великом Новгороде, да, допустим, там, главный храм строился всегда так вот с таким же названием, Софийский собор, как бы отголосок вот того самого, напоминания о том самом Великом соборе, как бы это силище. И вот все, 1453 год, падение Константинополя, через 2-3 года по всему миру уже разнеслись все эти слухи, вся информация со всеми подробностями, короче, это был ужас, и сказали на Руси, да, точно, книги не врут древние, действительно, светопредставление приближается, конец света, потому что уже на носу было 1492 год, вот, и что произошло, в это время в Москве собирался собор в 90-м году, по-моему, или, помню, да, 90-м году, за 2 года, получается, до предполагаемого конца света, даже собирался собор, вот, многие верили, на самом деле, что на полном серьезе, что это будет последний собор вообще в истории, ну, человечества, ну, до, перед пришествием, думали, антихрист, считали, пришел это как раз султан Магомед, значит, и ислам, как таковой, считался, это антихрист пришел, значит, и возвращение Христа будет вот уже вот-вот, а то и раньше. Кстати, в 90-м году констатировали, в 1490-м, за 2 года до конца света, констатировали увеличение монастырей в разы, то есть, люди шли в монастыри многие, чтобы грехи замаливать, чтобы, значит, ну, как бы, все равно осталось-то жить-то совсем, венчаться, люди перестали фактически, ну, какой смысл заводить семью, если там на пару лет только заводить семью, ну, как бы, все, уже Христос вернется, рождение детей, ну, все, как бы, уже пошло уже на то, чтобы, ну, как бы, какой. А с другой стороны, не только богоморье усилилось такое, да, среди народа, а и разбой усилился, разбойник. Летописцы пишут, что люди разбойные умножились, тоже по лесам, но люди грабили, не боясь уже наказания, потому что многие считали так, что все, а все равно уже не отмолимся, грешные, грешные, короче, ну, хоть напоследок, хоть погуляем, вот, и пошли по лесам разбойники. Короче, вот к этому времени это было очень легкое время. Больше того, а? Наш 90-е. Да, да, точно, 90-е. Слушайте, точно. 90-е. Да, 90-е. 90-е. А сколько? 100-100 лет получается. 500 лет. Ай-яй, да, да. Повторяется история. Кстати, шутка, шутка, в 92-м году, вот в нашем уже, в 92-м, я слышал и не раз, и не два туда информацию от священников. Рядовые православные об этом, как правило, так не рассуждали. А среди священников такая малова ходила. А кто его знает? 500 лет прошло, как бы, значит, а может ошибочка вышла на 500 лет? Все-таки 92-м, мало ли. То есть разговоры были, по крайней мере, после этого дела обычно разговоры были. Но, как бы, не знаю, насколько серьезно с их стороны, но я вот слышал, по крайней мере, не раз такое. Вот, а тогда люди ж на полном серьезе верили во все это, понимаете ли? Вот. И больше того, даже после того, после 92-го, того самого злополучного, даже голод на Руси же был. Потому что подъели все семена, не оставляли даже люди, а, еще, не выходили же в поля, 92-й год, не сеяли ничего. Потому что какой смысл сеять, сажать огород, все, вот сейчас Христос придет. Люди многие спали, путешественники, пишут, знаете, как спали? Одевали вот эти самоды и ложились, и спали. Думали, вот-вот, сейчас Христос придет, и они вот как вот есть, так вот и, значит, будут восхищены. Встретили Господу, там, на воздухе, все. То есть люди многие в это серьезно верили. Но на Руси были и те, которые не верили. Но они не могли об этой своей неверии официально говорить. Это было так вот, полусектантским таким движением. Их называли либо жидами, либо жидовствующими. Вот, значит, потому что, мол, наслушались еврейской пропаганды, мол, евреи совратили вас. Вот, потому что по еврейскому календарю другие даты совсем. Вот, и считалось, что с Киева началась эта зараза, началась, считалась. Ну, в Москве, в Москве, в Пскове, в Новгороде считали, что с Киева пошла эта зараза. А в Киеве был такой один еврейский Равин по предательству. В Паттоновце. Без Киева здесь не пошло. Слушай, бандеровцы. Это жиды бандеровцы. Короче, значит, был такой один, значит, да, в Киеве равин еврейский по имени Захария. Значит, он вдруг переехал почему-то на ПМЖ, значит, в Великий Новгород. Вот, точно неизвестно почему, что случилось. Он переехал туда, своей семьей, и в Новгороде написано там, он совратил попов. В Ели совратил. Оказывается, значит, это считается, что он, значит, общался там с этими священниками, протопопами, старшими священниками новгородскими, Софийского собора, настоятеля, протопопа Алексея. Потом какого-то еще там собора. То есть, ключевых больших соборов Великого Новгорода. Там протопоп Алексей, потом Дионисий и какой-то еще там. То есть, несколько священников, получается, они имели общение с этим раввином. Самое интересное, представьте, в то время в Великом Новгороде здесь много было евреев относительно, а в Новгороде там, на севере, было мало евреев. Несколько семей всего жило. Но самое интересное, хорошо, раввин, я так не мог понять, в чем дело. Раввин. Но он должен был со своими общаться. Почему он общался с христианскими служителями? Значит, у меня подозрение есть, что это был мессианский какой-то служитель, потому что, значит, ну, он слишком странно себя вел, не общаясь с еврейскими семьями там, а общаясь с христианами. Вот, тем более с папами. Ну ладно, об этом мы уже не узнаем, только лишь на небесах уже узнаем, потому что Захарию этого поймали и сожгли его там, в Новгороде, как бы, они в Москве его сокрепчат. Вот, значит, в Италии потом в Москве спалили. Больше о нем очень известно. Вот, значит, но сожгли этих священников, скажем, потом, очень позже. Вот, значит, и, то есть наша инквизиция была очень жесткая такая. И тем более, что в западных этих вот, как бы, летописи, да, хотя бы какие-то протоколы допросов, хотя бы там вопрос-ответы, хотя бы мы имей представление, во что люди верили, что они говорили. Да, конечно, под пытками там всякое наговоришь, значит, да, могут приписать, что хочешь. Там, значит, там, значит, они там порой такие вещи говорили, что понятно, что лишь бы они просили смерти, как избавление уже просто под этими пытками. Поэтому они бы подписывались под любой глупостью. А, там, чертова на хвост плевали, там, что-то еще там, ну, короче, непонятно. Но у нас даже протоколов, как правило, не велось. Даже, как правило, даже имена репрессированных, это лишь случайно попадают некоторые в летописи имена. Даже, как правило, безымянно. Там в скобе сжигали ведьм, даже не за что, почему просто сожгли ведьм. Почему, зачем, что не писали. На Западе хотя бы там писали подробности какие-то, допустим, там, что-то там навели, там, что-то там испортили, и все. Вот, у нас не велось такого ничего. То есть наша инквизиция была такая, все вот устно больше, устно, и все так вот, ну, как получится. Вот, ну, ладно. А, что произошло? В этом самом 1492-м, вот, как раз, некоторые товарищи ходили на огороды и сажали, в поля и сеяли. Представляете? Соседи на них, конечно, пальцем тыкали, вот, говорят, неверующие, вот, вот, жиды, вот, жидовствующие, говорит, наслушались еврейской пропаганды, вот, и прочее. Ну, вот, сейчас придет Христос, он с вами, короче, там, разберется. А Христос-то и не пришел. Представляете? Кусать хочется. А кушать-то хочется, холодильник побеждает. Да, 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 точно. Все равно сектанты. Вот, ну, короче, представляете, те жиды, те жидовствующие, но у них есть и хлипы, дохлипа, худо-бедно, но как-то кушают, а эти ж, ну, как бы, голодают православные, правоверные. Что делать? Бунт назревает. А в Москве реально были голодные бунты и в то время. То есть, там какие-то склады, ну, у олигархов там что-то, конечно, что там есть там в кладовочках-то по-любому. Вот, значит, туда люди просто толпой вламывались и все выносили, что можно было вынести вообще. То есть, ну, были бунты и реально. Вот. И представляете, значит, что властям надо было пар выпустить, потому что народ разуверился. А, кстати, официально ждали до самого конца года. В то время год начинался в сентябре, потому что церковный календарь до сих пор, православный церковный календарь, год, годичный цикл богослужения в середине сентября начинается и заканчивается в середине сентября. Вот, значит, это как Рош-Хашана, да, Йон-Труа, праздник трубного зова. В православии это сохраняется, но из-за антисемитизма просто большинство священников даже забыло, откуда у нас такая традиция вообще. И вот, и до конца сентября, до середины сентября люди были в ожидании, что вот-вот придет Господь. Тем более священники некоторые называли Благовещение, весной, мол, придет, мол, Христос. Но все-таки большая часть, особенно в Новгородске говорили, придет именно как раз вот к сентябрю. Почему? Потому что это вот как раз мессианские праздники. То есть в то время помнили, самое интересное, православные помнили некоторые, ну, еврейские праздники, некоторые традиции еврейские помнили. Хотя ненавидели евреев, гнали все, да, но помнить, помнили, что пришествие Господне должно было быть вот именно как раз вот связано вот с осенним праздником. Короче, большинство населения, так или иначе, особенно на севере, ожидали вот именно вот к сентябрю, в сентябре вот-вот должен прийти. А он не пришел, и холода наступили. Представляете, что было? Ужас какой. Люди голодали, болели, умирали. Вот. И авторитет православной церкви упал на нет. Люди стали массово разочаровываться просто. Там один новгородский поп, Агафон его звали, он выделил такое предположение, гипотезу такую, что, мол, ошибка, по его мнению, произошла в 70 лет. И он вышел на пасхалью на 70 лет вперед. Но у него были свои сторонники этой теории, нашлись там на севере тоже Псков, Новгород великий, вот нынешняя Архангельская область, они эту теорию любили. Но официально епископы посвящались и приняли решение, даже Агафонова вот это подсчеты отказаться. Решили заявить так, что на тысячу лет вперед давайте просчитаем пасхалью и отныне запретим вообще даже высчитывать год конца света. Все. С того времени было принято официальное решение. Хотя еще 70 лет вот сторонники этого попа Агафона, протопопа Агафона этого, они ожидали конца света, но официально церковь уже запретила это. Вот. Но народ-то разочаровался, представьте, и плюс еще народ не просто церковь разочаровался, а и во власти царя усомнился вообще, князья, княжеской власти усомнился. Потому что это все опиралось же на княжескую власть, это все было. В связке было. В связке все, да, одно. И представляете, какое подлое решение нашли церковники и политики, религиозники и политики? Какое нашли подлое решение? Нашли следующее решение. Придумали, что найти надо крайних каких-то людей. Вот на кого-то надо все, гнев народа надо сейчас вот нам перевести в стрелки. Самое интересное, нашли крайних. Как раз именно евреев и вот этих жидовствующих, тех, кто как раз именно кто сеял, кто не слушал, кто как раз считался сектантом, как раз на них была возложена вся вина. Вот и Господь не пришел по грехам нашим, и по неверию, и прочее. И вот из этих сектантов, и то, что жиды у нас живут, значит, там евреи живут, значит, на территории. Короче, они были виноваты. Вот именно после этого, до того на Руси тоже были казни там, значит, там и всякое было. Но после этого начались массовые, впервые, вот Красная площадь, она стала называться Красная от крови. Потому что рубили головы, руки, работали каждый день. Было большое шоу. Это было и устрашение для обывателя, там не до бунтов. Представьте, если каждый день там мясорубка на площади, на центральной. И с другой стороны, вот как бы народ, вот, да, вот, нашли, наконец-то, как бы, виновных праведный гнев свой, как бы, они вот обращали на них уже. Вот. И плюс еще, конечно же, за счет этих репрессированных обогатились. И как-то там у них забирали все, раздавали и прочее, прочее. То есть вот нашли такой решение.